Мы сегодня поговорим про еще двух ранних, так сказать, средневековых философов. Мы в прошлый раз говорили про Иска к Исраиле, почитали какой-то фрагментик его текста. Сегодня поговорим еще о двоих. Это Даут Аль-Макамис и Саадягову. Про Саадию, может быть, мы более подробно будем говорить еще и на следующих занятиях. И, может быть, почитаем его основную книгу, теологическую книгу «Верование и мнение». Но если мы говорили про Исраиле, что Исраиль относится скорее к такой вот синкретической, натурфилософской школе, если ее можно назвать школой, школой трудно назвать, да, то есть это в каком смысле начало арабской философии, такие первые ее шаги, они по необходимости были синкретическими, то есть включали в себя самые разные источники без особого разбора, и не всегда различали между разными школами греческой философии, и поэтому включали в себя как бы более-менее все. И можно было бы назвать это, ну, собственно, вот название натурфилософии, наверное, лучше всего это отражает, да, то есть это какие-то научные изыскания, наука в данном случае у нас синоним философии, которые переписывались, воспроизводились и так далее. И вот исход к Исраиле принадлежит как раз к вот этому периоду. В еврейской культуре он чуть запоздал, может быть, да, в арабской культуре. Это было чуть раньше, в еврейской культуре это наш 9-10 век. Ну, и еще одно направление, которое в исламской мысли оформилось, в общем-то, достаточно рано, как некое развитие такой теологической мысли, это калам. Мы про него уже говорили, слово калам означает «речь» в разных совершенно неопроявлениях. И вот эти два мыслителя, Даут Аль-Мукамис и Саадья Гаон, они находятся скорее под влиянием, более отчетливым и явным влиянием каламы, нежели, например, натурфилософские идеи какого-нибудь Алькинди и так далее. Ну, я напомню, этот у нас фейлик уже был, да, напомню. Основные вопросы, идеологические споры в исламе, которые относятся к разным проблемам, они в основном, в общем-то, являются, по сути дела, изначально они являются проблемами теологическими, то есть проблемами, которые связаны с некими положениями религии. То есть это вопрос верховной власти, это вопрос веры и отношения к человеку, который совершил тяжкий грех, это была одна из важных тем. Это проблема предопределения свободы воли, проблема о том, что такое Бог и его атрибуты, и проблема права. Вы видите, что почти все эти проблемы, они носят действительно не философский характер, то есть не связаны с изучением действительности, с изучением мира, с наукой, а связаны скорее с какими-то положениями, которые касаются веры. И Калам, как отдельно взятое направление, собственно говоря, развивает некоторые из этих тем и развивает их в сторону, которую условно можно было бы называть философской. Вот основные философско-теологические проблемы Калам, как их перечисляют в разных источниках. О Каламе, собственно говоря, мы знаем из более поздних произведений. Это, например, такой доксограф, как Аш-Шахристани, или Ибн-Халдун, который описывает, собственно говоря, что такое Калам. Это Маймонид, который мы будем читать, Рамбом, да, и его описание Калама и полемика с Каламом. Есть и сохранившиеся трактаты, принадлежащие Перу тех, кто, собственно говоря, относился к этому самому Каламу. Они, как правило, фрагментарны и не дают общей картине. Но общую картину мы получаем, скорее, из более поздних источников, которые описывают, собственно говоря, вот это направление. И здесь проблемы, которые вроде бы в каком-то смысле совпадают с теми, что я перечислил выше, то есть проблемы не чисто теологическими, а с другой стороны выходят и в область изучения мира, в область, по сути дела, в область философии. Ну, например, божественные атрибуты. Божественные атрибуты – это явно теологическая проблема. Бог един, например, да, и какие атрибуты мы ему можем приписывать, какие не можем. Основные четыре атрибута – это его всезнание, его могущество, его воля, то, что он живой. Является ли приписывание этих атрибутов противоречащим его единству или нет. То есть это вроде бы проблема теологическая. Спасибо. Спасибо. Спасибо.